МИМОЗА ФАХРУДИНОВА Или лингвистка. Как вы относитесь к подобным словам? Авторка, блогерка, лингвистка. Кто-то говорит положительно, кто-то резко положительно, причем один и тот же человек. Кого-то такие слова раздражают, потому что явление феминитивов в русском языке необыкновенно популярно, активно пополняемый пласт лексики, впрочем, как и другие явления. Есть такое явление, как диминутивы. Может быть, слышали диминутивная лексика? Проще, наверное, сказать слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Смотрите, если бы я начала так. Приветики, как делишки. Конечно. Эта лексика тоже сейчас активна в русском языке, так ведь, да? А как вы относитесь к канцеляриту, когда мы в разговорной речи, в непринужденном общении начинаем использовать лексику из документов? Это все активные процессы и очень актуальные явления для современного русского языка. Те же самые неологизмы, если говорить об английском языке, в смысле лексика, заимствованная из английского языка, ее сейчас очень много, да? И каждый из вас имеет свое мнение на эту тему. Но так как сегодняшнее наше мероприятие все-таки проводится на стыке разных наук, на стыке разных плоскостей, то сегодняшнее свое выступление я назвала «Бьюз головного мозга». И вы знаете, о чем мы будем говорить? Какие есть варианты? Про головной мозг. Про головной мозг. Не совсем про головной мозг, все-таки это не медицина, а вот девушка права. Про психологию на стыке с лингвистикой, взаимосвязь лингвистики и психологии. То есть мы сегодня с вами поговорим о той лексике, которая используется в современном русском языке очень активно. И эти слова, опять же, тоже не оставляют никого равнодушными. Итак, новая психологическая лексика. Психологическая лексика является весьма актуальной, потому что в современном мире все больше внимания уделяется новым словам и значениям, которые связаны с психологической травмой, психологической защитой. Здесь указано лишь несколько слов, которые, я думаю, вам хорошо знакомы. Это слова триггерить, то есть вызывать у человека неприятные эмоции или воспоминания. Хейтер, человек, высказывающий недовольство. И буллинг, травма, травля в новом молодежном специфическом значении. А также многие другие слова. И сегодня мы с вами обозначим основные тематические пласты подобной лексики, которая проникает в нашу жизнь. Все читают Лобковского, я думаю, нет? Очень активно смотрим разные паблики. Поэтому приемы, так скажем, похода к психологу не стали чем-то таким зазорным, как это считалось раньше. Вот внимание к общению между людьми, к травмам, к обидам. Вот это все сегодня будет в моем докладе. Хочу оговорить понятие неологизма. Это, наверное, более актуально для моих коллег. Но, ребята, здесь очень часто путают понятие неологизма и заимственная лексика. Неологизмы – это лексемы, обозначающие новые явления и предметы в речи, которые не лишились оттенка новизны. Если новые слова получают распространение и входят в обиход, то скоро перестают быть неологизмами, а становятся уже просто заимствованы лексикой. И вот посмотрите, слово «хейт» является неологизмом, а слова «хейтер» и «хейтить» уже образованные по русским словообразовательным моделям лексемы. «Хейтер» с суффиксом «ер» – это лицо, подействую, подействую, да, ну и «хейтить» – это глагол. Поэтому мы говорим о том, что в лингвистике для этих слов используется разное обозначение. Я решила назвать четыре слова, активно употребляемых в нашей речи, и первым словом будет слово «газлайт», от него образуется глагол «газлайтить». Образовано оно от названия старого фильма 1944 года режиссера Джорджа Кьюкера «Газовый свет», в котором муж намеренно сводит свою жену с ума, заставляя ее поверить в собственную неадекватность. Так появилось слово «газлайтинг», обратите внимание на суффикс, да, это получается процесс, этим суффиксом мы обозначаем в этом слове, это манипулирование сознанием другого человека. Во многих языках отмечается целая волна таких слов, связанных с обманом и манипуляциями. Совершенно очевидно, что это очень важная проблема для всего мира, и английский язык – это ведущий язык, доминирующий язык, язык глобализма, подобные слова вбрасывает в другие языки в качестве заимствований. Вот кадр из этого фильма. Если кому-то будет интересно, вы можете этот фильм посмотреть, ну и краткая его история, создание и, соответственно, содержание. Следующее слово, которое я хочу назвать, тоже вам хорошо знакомо, конечно же, это слово «токсичный». О необыкновенно популярном стало прилагательное «токсичный», у нас токсичные родители бывают, токсичные отношения. Слово «токсик» и «газлайт» по последним данным входят в английские списки слов года. В русском языке все происходит гораздо стремительнее, буквально на наших глазах. К тому же накладывается особое внимание русской культуры к тонкостям человеческих отношений и разного рода обидам. Вы обращали внимание, как мы друг друга хвалим? Умничка, молодец. А как мы друг друга ругаем? Сколько слов мы употребляем при этом? Как разнообразна наша лексика. Поэтому в культуре русской много внимания этому удивляется. Кроме того, к слову «токсичный» активно применяется антоним «экологичный», который в данном случае, видите, составляет пару. Следующее слово, которое я вам хочу назвать, оно в принципе из темы моего доклада. Это слово «абьюз». И все от него производные. «Абьюз» — неологизм. «Абьюзер», «абьюзить» — это уже слова русские, образованные по словообразовательным моделям русского языка. Я думаю, все знают, кто такие абьюзеры. Абьюзер — человек, подвергающий других насилию, эмоциональному или физическому. Тема абьюзивных отношений находится на волне популярности, потому что психологические порталы, феминистские паблики просто захлебываются в ней. Иногда складывается ощущение, что понятие мужчины уже приравнивается к понятию абьюзер. В тех случаях, когда мы смотрим различные стримы и выступления, посвященные теме, отношениям, мужчин и женщин и так далее. Да, вот здесь краткая история происхождения этого слова вы можете видеть. Биполярочка — знакомое вам слово? Знакомое? Четвертым словом станет биполярочка. Под ласковым словом скрывается неприятное заболевание нервной системы. Уменьшительно ласкательное от биполярного расстройства слово появилось в обиходе после выхода песни «Биполярочка» популярного у молодых людей рэпера Оксимирона. На самом деле в этом заболевании нет ничего милого и забавного. Биполярное расстройство встречается довольно часто. Заболеть им может каждый человек. Кроме того, с ним сталкивались многие звезды. Им страдали Курт Кобейн, Мерлин Монро, Джимми Хендрикс, Эрнест Хемингуэй. Кэтрин Зетта Джонс и Канни Уэст открыто объявляют о наличии у себя этого расстройства. Вот вам Оксимирон, если забыли. Полное название биполярки – биполярное аффективное расстройство. А ранее оно называлось еще менее романтично – депрессивно-маниакальный психоз. При этом расстройстве человека кидает по двум полюсам. У него резко и часто без причины меняется настроение. От очень хорошего активного до сниженного и депрессивного. Однако просто факта смен настроения недостаточно. Для постановки диагноза о биполярном аффективном расстройстве. Почему же сейчас модно приписывать себе биполярку? Здесь можно обозначить две причины. Первая – это звучит необычно и красиво. Вообще все неологизмы, если вы обращали внимание, они придают новизну и как будто чуть выше повышают статус. Когда я говорю «клинер», обозначая привычное слово «уборщица», чувствуете разницу? Или «эйчар»? Вот эти моменты есть в связи с неологизмами. Некоторые болезни в разные времена романтизируются или делаются визитными карточками определенных социальных слоев. Например, вспоминается подагра у дворянства, ведь не зря же ее называли болезнью королей. Вторая причина приписания себе диагноза – видится возможность для человека снять в себе ответственность за неадекватное поведение в обществе. В общем, удобно, как ни крути. Давайте перейдем непосредственно к тематической классификации. Я назвала вам четыре слова, которые активно употребляются, но мы попробуем все-таки структурно эти слова рассмотреть. Здесь выделяется шесть основных тематических групп неологизмов психологической лексики. Первая группа – это неологизмы, появившиеся в период развития феминистских движений. То есть это тема, активная у нас девушка, эта тема давно уже существует в языке. Вот мы поговорим и назову я пример как раз-таки из этой лексики. Вторая группа – неологизмы, связанные с психологическими травмами в зависимых отношениях. Третья – отношениях. Третья – единица, относящаяся к травле в социуме. Четвертая группа – неологизмы, описывающие новое эмоционально-поведенческое состояние человека. Пятая – неологизмы, связанные с гендерной психологией. И шестая – неологизмы, посвященные дискриминации. Итак, первая группа, связанная с явлением феминитивов. Здесь я хотела бы привести понятие «эффект Матильды». Оно стало едва ли не самым частотным в англоязычной прессе в пик феминистических митингов. Эффект Матильды – это систематическое отрицание вклада женщин в науку, умаление значимости их работы и приписывание трудов женщин коллегам мужского пола. Этот эффект был впервые описан Матильда Джослин Гейдж в ее эссе «Женщина как изобретатель». А термин «эффект Матильды» был введен в 1993 году историком науки Маргарет Русситер. Вторая группа, мы называем ее «неологизмы, связанные с психологическими травмами в зависимых отношениях». Здесь нужно выделить такие понятия, как «объект», «субъект» и «предмет». И давайте вернемся к слову, которое заявлено в теме моего доклада. Так, например, появился термин «абьюзивные отношения», в которых субъектом является абьюзер, предметом – жертва абьюза, а объектом – сами отношения. Похожие термины активно появлялись в 2015-2020 годах. Это такие слова, как «шеминг», «бодишеминг», «шеймер», «газлайтинг», названные уже выше, «виктимблейминг» и «селфхарм». Вот, пожалуйста, пример слова «виктимблейминг» – это перенесение ответственности за злодеяние с преступника на жертву. Образовано оно от английского, даже от двух слов «виктим», «жертва» и «блейминг» – «обвинять». Ну и произошло, соответственно, лексическое заимствование, словосочетание и превращение его в русском языке в сложное слово. У вас может возникнуть такая мысль, что вот русский язык перенасыщен англицизмами, да, и вообще вот он теряет свою уникальность. Многие пуристы говорят о том, что нужно отказаться от англицизма, создают словари. Это ведь не новая проблема. Если смотреть из точки сегодня, не обращая внимания на то, что было раньше, да, может возникнуть такая мысль, что русский язык, он теряет свою уникальность. Но те, кто немножко интересуется историей языка, знают, что в XIX веке, ведь эти разговоры тоже были, ребята, то здесь же разговоры о том, что в принципе заимствования были всегда. Просто в XIX веке, смотрите, все читали «Войну номер в 10 классе». Конечно, очень много было галицизмов, заимствований с французского языка, да, и споры-то тоже были на самом деле. Так общество Карамзина, который ратовал за заимствование, и Шишкова, который говорил о том, что нужно заимствование исключить. Эти споры были нешуточные, да. Шишков говорил, давайте говорить «макростопы», Карамзин говорил «нет», давайте говорить «калоша», раз пришло заимствование, да. Вместо «пара» давайте говорить «двоица», это наше исконное русское слово. А кто вот в этом споре победил, макростопы или калоши? Никто не победил, ребята, мы не носим ни калош, ни макростопов, понимаете. Время прошло, лексика неактуальна стала. Сейчас дети носят дождь, боты. А слово «бот» у вас сейчас с чем ассоциируется? С приложением в Телеграме? То есть слово-то опять меняет свое значение, да, лексика постоянно меняется. Поэтому были заимствования, и в XIX веке были, а в Петровскую эпоху их не было разве, да. Через окно в Европу сколько голландских слов, да, хлынуло. Поэтому тема заимствований на самом деле, она ведь не нова, она была всегда. Возвращаемся к «виттемблеймингу» и к третьей группе единицы, относящиеся к травле в социуме. Здесь можно выделить следующие неологизмы. Буллинг, моббинг, хейзинг, кибербуллинг, кибермоббинг. Все они являются наименованием проявления отношений жертвы-насилинг. Так, моббинг – это форма социальной агрессии, которая проявляется как раз в агрессивных действиях разного масштаба, направленных против определенного сотрудника. И вот пример вам буллинга. И вообще хочу сказать, что любое заимствование, которое появляется в языке, сначала оно воспринимается как что-то экзотическое. Потом оно обрастает словообразовательными связями. От слова «хейт» образовано слово «хейтер», «хейтить». Мы говорим о том, что слово распространяется в языке, мы к нему привыкаем. Потом оно вообще приедается. А через несколько лет, сейчас мы говорим про сленг, вот про ваш, про молодежный сленг, да, а потом оно исчезает. То есть есть слова, которые в сленге, в молодежном, вот это вы же носители, вы креаторы, вы создаете эти слова, да, живут 3-5 лет, исчезают, заменяются чем-то новым. И народное творчество, знаете, что создает? Вот такое вот бабулинг. Психологическое давление оказываем путем упоминания того, что давно пора замуж, что я помру и внуков не увижу. Вот это пример популярности заимствования. Вот это ковидная вся эпоха, вспомните, пожалуйста, да, ковидла бабушка приготовила. Но это же народное вот такое творчество, так ведь, да. Мы говорим о том, что лексема быстро входит в оборот и обрастает разными двоякими смыслами, да, возникает языковая игра и так далее. Четвертая группа неологизма, описывающая новое эмоционально-поведенческое состояние человека. Существует множество психических расстройств, такие как биполярное расстройство, депрессия, аутизм, шизофрения. Все они проявляются по-разному. Неологизмами, описывающими эмоциональное состояние, можно считать ригидность, аффектация, обсессия. Это термины. Но я хотела бы назвать те слова, которые вы своей речи используете. Это, конечно же, кринж и кукош. Да, и слово кринж, да, кринжовое, уже образованное прилагательное, да. Когда мы используем? Когда вы его используете, да? Когда вам стыдно за поведение какого-то человека? Вообще, на самом деле, может быть, вы слышали выражение «испанский стыд». «Испанский стыд» слышали, да? «Рука-лицо». Когда стыдно за другого человека. Вот, пожалуйста, это ведь то же самое. Это влияние опять заимствования, да, на русский язык. Поэтому вся эта лексика, которая связана с отношениями между людьми, она необыкновенно популярна и постоянно пополняется заимствованием. Да, в основном из английского языка. Это ведущий язык сейчас. Пятая группа неологизма, связанная с гендерной психологией. Минсплейнинг – мужская упрощенная и самоуверенная манера объяснять женщинам то, что им и так известно. Или фейсизм – феномен доминирования лица. Это преимущественное выделение лица в изображении мужчины, большой акцент на тело в изображении женщин в средствах массовой информации. Харрассмент – слово тоже вам, наверное, знакомое. Поведение человека, причиняющее неудобства другому человеку, нарушающее неприкосновенность его частной жизни. Популярным этот термин стал в 2017 году из-за громких скандалов, связанных с обвинениями известных личностей в домогательствах. Ну, образовано от английского слова, вы все это видите здесь. Шестая группа – неологизмы, посвященные дискриминации по возрастному национальному признакам. Например, неологизмами, принадлежащими данной теме, можно считать слова «расизм», «лукизм», «розовый налог», «эйджизм». Здесь переводится значение слова «лукизм», образованное от английского «to look» – внешний вид, внешность. Дискриминация по внешности. И розовый налог, «pink tax», наценка, которая вводит на женские товары аналогичные мужские. Например, один тот же шампунь, оформленный по-разному для женщин и для мужчин, будет отличаться ценой. Мы с вами назвали шесть основных тематических групп новой лексики, которые относятся к психологии. Но я хотела бы с вами, ну вот, пожалуйста, «иджизм» опять же из этой серии, да, слово, которое образовано по аналогии с расизмом и сексизмом. То есть эта модель достаточно продуктивная, да, суффикс «изм», как и суффикс «инг» очень часто образуют новые лексемы в русском языке, потому что ее много такой лексики. Я хотела бы с вами обозначить некоторые выводы по тематической классификации. Хочется сказать, что провести четкие границы в употреблении некоторых терминов психологии, проходящих через призмы различных социальных слоев, интерпретируемых по-разному в зависимости от контекста, иногда невозможно. Основными причинами появления неологизма в психологии являются более тщательное исследование человеческого сознания и его взаимодействия с окружающей его средой, необходимость номинации новых явлений и понятий, входящих во взаимоотношения современного общества. Таким образом, можно отметить, что психологическая лексика в русском языке новейшего периода активно пополняется за счет заимствований из английского языка и представляет собой порядочную систему, которой присущи отношения, характерные для русского языка в целом, возвращаясь к продуктивности словообразовательных моделей, буллинг-бабуллинг. Но давайте все-таки закончим на позитивной ноте. Я приготовила несколько шуток, которые посвящены теме абьюза головного мозга. В принципе, эта тема заявлена сегодня, потому что, честно говоря, используем мы эту лексику уместно и неуместно, возвращаясь к теме моды на заимствование, мы скажем о том, что ее реально много и не всегда уместно. Смотрите, я переложила модные слова психологической лексики на лингвистический лад. Читать не буду, посмотрите, потому что достаточно много, наверное, будет. Это и коммуникативный харассмент, это орфографический абьюз, это орфоэпический газлайтинг, это философский минспленинг и вербальное репродуктивное принуждение. Еще раз, вот накладка двух, так скажем, наук психологии и лингвистики. И я переложила термины психологии на почву лингвистическую, поэтому получились такие шуточные определения, ребята, как вы понимаете, это все-таки с юмором преподносится на иронической волне. Еще слова, которые мы используем, да, предложена поддержная форма. В адеквате состояние, в котором быть гораздо важнее, чем в потоке, в моменте и в ресурсе. Передайте, пожалуйста, соль, извините, я не в ресурсе. Мам, приходи на родительское собрание, мне это не откликается. Я вчера ходила на собрание, пришлось ходить, хотя, может быть, иногда и не откликается. Вы беременны, это нарушает мои границы. У чувака голову оторвало, это все твои проекции. Вот тебе миллион долларов. Спасибо, это очень ценно для меня. Есть еще такой текст интересный, хотела тоже с вами им поделиться. Готова послушать, прочитать много букв? Готова читать много букв? Улица, пара девушек, я следом. Говорят, звонко, одна другой. Понимаешь, ему не хватает эмпатии. Вторая кивает. Да, но подумай, не токсично ли ваше отношение? Первое, нет, тут уже главная толерантность. В общем, дальше я не слушал, не хватило толерантности. Этот смешной, как бы, психологический щебет раздается теперь отовсюду. Как говорил иностранный профессор в осеннем марафоне, мы узнали много новых слов. Нельзя просто сказать усталость, надо выгорание. Нельзя произнести старый комплекс, надо травма. Все кругом травмированы, блокированы. Выгорели не город, а станица после набега махновцев. Все нынче в аддикции от этого нового языка. Это жаргона кофейных интеллектуалов. Помните, года два-три назад самым расхожим выражением стала когнитивный диссонанс. Все тогда переживали когнитивный диссонанс. Одна блондинка купила туфли на размер меньше и заявила в инстаграме, что теперь у нее когнитивный диссонанс. Ну, хоть туфлис была подруги, и то хорошо. Недавно группа наших исследователей выпустила серьезный труд, где показаны, какие слова почти исчезли из обихода психологов, а какие появились. Так вот, там куча модных терминов, которые раньше почти не звучали. В частности, агрессивность, аддиктивный аффект, депрессия, компетентность, креативность, кризис, одаренность и так далее. Но это психологи, специалисты, им и термины в руки. Пусть радуются. Только любая девчушка с татушками теперь у нас фрейдистка, гештальтерапистка, социальный психолог. Девушки уже не читают метроану Каренину, это отстой. Девушки читают популярные книжки про отношения. Психологные радости, ребята, психологные, обратите внимание, да, как лексика обыгрывает некоторые значения, да, слова. Одна моя знакомая дочиталась за того, что чуть ли не на пороге ЗАГСа произнесла несколько таких убийственных слов, из которых ее жених понял лишь слово токсичное. Он был химиком по образованию, а почему девушка решила от него уйти, что ужасного она нашла в их отношениях, он так и не понял. Еще они читают про лидерство и мотивацию. Все эти два последних, вот эти два последних, ну просто главные слова эпохи. Девушки ходят на шарлатанские семинары по лидерству. Откуда выходит шалелая улыбка, будто под кайфом? Я все теперь поняла. Наших людей дурить вообще сплошное удовольствие. Был бы я помоложе и понаглее, я бы с девушками так и знакомился. Привет, хочу запустить триггер наших отношений, никакого абьюза и газлайтинга, абсолютная толерантность. Мы же так ментально близки, и вообще надо закрыть гештальт. Посмотрите, вот этот текст, который пишет Алексей Беляков, он посвящен тому, что вот эта лексика, она очень часто обесценивается, превращаясь просто в звуковую оболочку. Поэтому каждое слово, конечно, должно нанести определенную смысловую нагрузку. И своим выступлением я хотела сказать, что те лексемы, которые мы используем сейчас очень активно, они не всегда уместны. Они вызывают улыбку на лице. Поэтому следите за своей речью, за тем, что вы и как говорите. Потому что речь, это, конечно же, показатели образованности и развития человека. Вы знаете, вот эта тема, которую я сейчас преподнесла вам, я рассказываю о ней, и не только о ней, о том, что я говорила вначале, эфемитивы, эматронимы, диминутивы в своем подкасте «Азы языка». Вы можете найти в поисковике или навести камеру телефона и в свободное для себя время послушать. Там много тем, связанных с тем, что происходит сейчас в русском языке. Там есть темы, связанные с тем, как иностранные языки влияют на русский язык. Но в любом случае, эта информация в такой легкой, доступной форме будет вам интересна. Потому что то, что мы говорим, здесь анализируется. Мы сами создаем эти слова. Мы креаторы этих слов. Поэтому будьте внимательны к своей лексике. И желаю быть в адеквате, ребята. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.